Первые реформы по оптимизации здравоохранения в Оренбургской области заработали с 2010 года. В 2013 жители поселка Энергетик вышли на митинг против реформы. Протестовали и жители Оренбурга. Сотрудники медучреждения писали открытые письма в Минздрав с просьбой остановить разрушение структуры больниц. Но коечный фонд и медучреждения в то время все же сократили. Прошлая система оптимизации к чему привела? К тому, что были закрыты большинство, то есть 69 участковых больниц из 78. А те, которые остались в 9 участковых больниц, там осталось по 5-10 коек. В этом году до апреля снова ведут изменения в системе. Из 25 районных больниц останется 11. Функции 14 районных больниц сократят до первичной медицинской помощи. Кроме того, в районах с населением 12-15 тысяч человек закрываются роддома. Чтобы родить оренбургцам, будет необходимо ехать за 50 километров от дома. Когда область компактная, расстояние между муниципальными образованиями 20-15 километров, это, конечно, целесообразно. Но когда, учитывая логистику нашей области, когда между муниципальными образованиями более 100 километров есть расстояние, конечно, будет накладно и проблематично. Абдулинская больница объединит районные больницы Матвеевского и Пономаревского районов. Солилецкая будет принимать пациентов со своего города и Акбулака. Восточно-территориальная больница объединит в себе медучреждения Ясного, Светлинского и Домбаровского районов. Возможно, и руководящему составу этих 14 больниц придется поменять вид деятельности или сменить место жительства. А административно-хозяйственные отделы с юристами и бухгалтерами, вероятно, попадут под сокращение. Основная цель реформы, по мнению Дмитрия Болдырева, экономия на зарплатном фонде. Оренбургцы же к грядущим изменениям отнеслись однозначно против. Может, для городского населения все прекрасно, а в районах полный крах. До начала оптимизации в нашем районе функционировала отличная ЦРБ и еще три полноценные больницы с полным штатом врачей. Круглосуточными стационарами и около 40 фапов. Какой здравомыслящий человек останется в селе, из которого за медицинской помощью нужно ехать за 50 километров. Так соседи друг друга уколы делают. Этих оптимизаторов в глухую деревню, которую зимой снегом заваливает и дороги не чистят. Так как другие оптимизаторы сократили снегоуборочную технику и людей. И пусть попробуют скорую вызвать, которая откажется ехать, так как дороги нет. Почему, чтобы избрать депутата или еще кого, назначают выборы и так далее, а о действительно жизненно важных вопросах народ не спрашивает. Это уже не оптимизация, а целенаправленное истребление народа. Укрупнение больниц проведут предположительно к апрелю. В ответе на запрос депутата Владимира Фролова Татьяна Савинова сообщила, что поддерживать реформу только в том случае, если планируемые результаты повысят доступность и качество оказания медицинской помощи. Ответить на вопросы журналистов министр здравоохранения планирует 12 января. Валерия Шарова, Павел Чекмарев, городской телеканал ЮТВ.